Лекарственные растения В народной медицине различные части растения применяют в качестве стимулирующего кровообращения, мочегонного и бактерицидного средства. Кардиотоническое действие сердечных гликозидов повышает силу сокращения миокарда при острой или хронической сердечной недостаточности. Приводит к нормализации основных показателей кровообращения, увеличивается ударный и минутный объем крови, снижается венозное давление, повышается скорость кровооттока, уменьшается объем циркулирующей плазмы крови, ослабляются и исчезают явления гипоксии. Уменьшаются симптомы – одышка, отеки, цианоз. Обвойник греческий – вид цветковых растений рода обвойник, семейство кутровые. Многолетний вьющийся кустарник лиана с красно-бурой корой и зеленовато-бордовыми цветками. Кора обвойника греческого содержит сердечные гликозиды, переплацин и переплацамарин. Кроме того, в коре и ветвях обвойника греческого присутствуют кумарины, фенолы, сахара и дубильные вещества. Из коры выделен 4-х метоксисалициловый альдегид. В ветвях обнаружены переплацин, каучук, фенокарбоновые кислоты и урсуловая кислота. Листья обвойника греческого содержат флавоноид, гликозид, кверцетину, лейкоантоциан и лейкоцианидин. Применение обвойника греческого в народной медицине связано в первую очередь с заболеваниями сердца. Знахари рекомендуют принимать настойку на обвойнике от туберкулеза и при геморрое. Также измельченные листья обвойника греческого прикладывают к ранам и язвам в качестве бактерицидного средства. Настойка коры обвойника греческого обладает мочегонным действием, увеличивает силу сердечных сокращений, ускоряет кровоотток и уменьшает отдышку. При сердечно-сосудистой недостаточности первой и второй степени, при органических пороках метрального клапана, принимать настойку из обвойника по 5-10 капель 2-3 раза в день. Рецепт снадобья. 40% спирта, соотношение сырья 1 к 10. Влить в измельченную кору обвойника. Настаивать месяц в темном прохладном месте. При туберкулезе легких рекомендуется использовать отвар на основе этого растения. Для приготовления целебного средства нам понадобится 1 столовая ложка измельченных ветвей и пол-литра воды. 5 минут прокипятить, настаивать в течение 1 часа. После чего отвар процедить, принимать 3 раза в сутки по 1 столовой ложке. При правильном применении, такое целебное средство на основе обвойника греческого оказывается очень эффективным. Несмотря на важные лекарственные свойства обвойника греческого, необходимо соблюдать осторожность при обращении с этим растением, так как оно ядовито. Все части растения содержат ядовитый млечный сок. В больших дозах гликозиды обвойника вызывают тошноту, рвоту, брадикардию, экстрасистолию, нарушение проводимости и мерцание желудочков. Применять сырье необходимо строго по назначению и под контролем лечащего врача. Запрещено употреблять детям до 14 лет, беременным женщинам и в период лактации. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!